Частный сектор застройки в областном центре представлен достаточно широко. Сегодня в состав города входят целые районы, где присутствуют исключительно индивидуальные дома. Около 70% из них отапливается газом. Жильцам таких кварталов сотрудники МЧС и представители Добровольного пожарного общества напоминают о мерах безопасности листовками с указанием номеров профильных служб и основными правилами поведения при чрезвычайной ситуации. С обладателями домов, эксплуатирующих печное отопление, все немного иначе. Здесь многое зависит от того, как топит хозяин, соблюдает ли он меры безопасности, разводя огонь. Напомнить об этом жителям всей области призвана республиканская акция «За безопасность вместе». Набор правил довольно простой. В целях безопасной эксплуатации печей перед наступлением осенне-зиневого периода их, безусловно, необходимо подготовить. Для этого необходимо провести визуальный осмотр целостности корпуса печи, дымоходов, принять меры по устранению имеющихся трещин. А в целях своевременного выявления таких трещин дымоходы необходимо штукатурить и побелить. Перед топочным отверстием печей полость горючих материалов необходимо защитить негорючим материалом, например, листом металла шириной не менее 50 см и длиной не менее 70 см. Уже при эксплуатации отопительных печей необходимо соблюдать следующие основные простые правила пожарной безопасности. Во-первых, это не допускать эксплуатацию печей, которые имеют сквозные отверстия и трещины, не эксплуатировать печи или котлы на твердом топливе с открытыми дверцами топливников, не хранить горючие материалы на поверхности печи или перед топочными отверстиями. В рамках очередного профилактического мероприятия инициативной группой было проверено около десятка домов. Каждым с жильцами была проведена профилактическая беседа. У нас совместный рейд, акция началась за безопасность вместе. Проверяем состояние пожарной безопасности представителей дома управления, МЧС. Кроме того, сотрудники МЧС проверяли исправность оборудования, тягу в печах, целостность конструкции. В своем большинстве люди знакомы с правилами эксплуатации и соблюдают основные требования. Но есть и другой аспект. Постоянно самостоятельно контролировать все, особенно пожилому человеку, достаточно сложно. Именно поэтому в качестве основной рекомендации – наличие пожарного извещателя. К сожалению, не все пока всерьез воспринимают важность его использования. А ведь именно ночью, когда человек спит и больше всего подвержен опасности, устройство может стать спасительным средством при пожаре. Если взять такую короткую статистику, даже по тем домовладениям, которые мы сегодня посетили, очень мало людей серьезно относятся к установке автономного пожарного извещателя. Они не до конца понимают, насколько это эффективно, либо они не читают новости, где систематически публикуются статьи, в которых рассказывается о целых семьях, спасенных автономным пожарным извещателем и его своевременной сработке во время задымления. Как правило, когда в доме нет пожарного извещателя, трагическая ситуация разворачивается следующим образом. Человек мирно спал, пока в это время из-за нарушенной цельности дымохода начинала гореть крыша и чердак, который, как правило, был захламлен разными вещами. Быстрое возгорание, обвал крыши, смерть. Печальную статистику можно было бы прервать, если бы в помещении был установлен пожарный извещатель. Либо печь и в целом комплекс с дымоходом были полностью проверены. Такую услугу в рамках акции сотрудники МЧС оказывают безвозмездно. С 18 по 29 октября проводится республиканская профилактическая акция «За безопасность в месте», в рамках которой по заявительному принципу может быть проведено обследование жилища наших граждан. Для этого гражданам необходимо обратиться в Брестский городской отдел по чуточным ситуациям по телефону 59 30 82. Акция «За безопасность в месте» будет проходить в стране практически до конца месяца. Сотрудники МЧС и их коллеги из других смежных служб за это время посетят домовладение, нуждающееся в пристальном контроле. Продолжение следует...